Стрим Атом в деле. В Новоуральске завершился проект, который помогает ребятам понять, хотят ли они в дальнейшем развивать свои знания по атомной промышленности. Цель Стрим Атома – это содействие в реализации федерального проекта «Профессионалитет» и создание условий для самоопределения школьников по выбору профессий атомной отрасли. А задачами проекта являются совершенствование системы профориентации, популяризация компетенции и укрепление положительного имиджа и деловой репутации Уральского электрохимического комбината и госкорпорации «Росатом» для осознанного выбора профессии. Сегодня у нас финальное мероприятие, в котором ребята уже действительно показывают свою эрудицию, умение работать в команде, поскольку сегодня нельзя пользоваться ни телефонами, ни шпаргалками, ни записями своими, но пройдя все этапы, в том числе и творческие, когда ребята сами придумывали ленту времени и прописывали там какие-то важные моменты для атомной отрасли, для ее становления, для ее развития. И вопросы учителя физики взяли именно из детских творческих работ. Этот проект реализуется на средство гранта УОХК. «Стриматом» проходит в Новоуральске уже не первый год и помогает ребятам понять, хотят ли они в дальнейшем развивать свои знания по атомной промышленности. Всего было 15 команд из школ номер 40, номер 57, лицея номер 56 и других учебных заведений Новоуральска. Ребята учатся сами, учат друг друга, много узнают, они путешествуют не только в городе, например, они были у нас и на площадке Уральского электрохимического комбината, и в музее УКК приходили. Они также ездят и на другие предприятия Росатома, например, на Белоярскую атомную электростанцию. Поэтому тот кругозор, который они набирают в течение этой программы, действительно им будет очень полезен для того, чтобы определиться в будущем, в будущем со своим выбором на профессии. И я надеюсь, что очень многие из них останутся в атомной отрасли и останутся в Новоуральске. По итогам конкурсных мероприятий проекта «Стриматом» было отобрано 10 команд для участия в финале фестиваля интеллекта, науки и творчества, который состоялся в Управлении образования. Девчонки и мальчишки из школ активно отвечали на вопросы и боролись за победу. Отвечать несложно было, сложно было придумывать. Сложно вспомнить то, что мы уже когда-то знали. То есть вы как думаете, вот с этим знанием справились? Ну, очень надеемся, что справились, потому что старались, включали весь свой махт на полную. Поэтому очень надеемся, что все не так плохо. Вообще, вот все этапы вы проходили, да, постепенно? Вот вообще, почему вы решили участвовать? Не первый год уже участвуем. Очень интересно, очень познавательно. Можно получить знания для себя, что-то вспомнить, что-то новое узнать. Ну, поэтому... И, возможно, даже определиться с профессией. Да, кто-то определиться с профессией, кому-то просто полезно физику подтянуть. Достаточно сложное задание было. Мы писали определение, которое нам написала другая команда. Но... Здесь то, что мы максимально... Тяжело было. Вообще, вот вы участвуете, да, в нескольких этапах вообще. Почему вы решили участвовать? Мы в этой отрасли интересуемся, поэтому мы решили участвовать. Лицей номер 56 был на пятом месте в рейтинге. Но фестиваль интеллекта, науки и творчества дал ребятам возможность вырваться вперед и забрать бронзовое место в проекте. 41-я школа заняла второе место. Победу же забрали ребята из лицея номер 58. Теперь юные новоуральцы, пройдя все этапы, понимают, насколько важна атомная промышленность и как актуально развиваться в этом направлении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...